В России происходит полный пиздец. Я вынужден говорить с закрытым лицом, потому что на меня идут гонения в России. Вы сейчас можете стать свидетелем того, как на ваших глазах граждан России оровших людей просто подгоняют под экстремизм. Для чего? Чтобы в целом во всей стране запретить свободу слова. И сейчас докручиваются таким образом законы, чтобы у людей вообще не было возможности выражать свою позицию отлично от какой-то официальной позиции. В соцсети уже в контакте одноклассники находятся под контролем сына Кириенко. Информационное пространство в целом контрагируется с самим Кириенко. Он же является человеком, который проводит школу губернатора. Поиспокав-то через него проходит сейчас огромное количество. 51 губернатор прошел через эту школу, а сейчас он будет развивать программу «Бремя героев», чтобы участники СВО, которые хотят занимать должности в государственных органах власти, тоже проходили эту школу. Ну а также он является куратором новых регионов, в которых по сути дела уже действует смертная казнь. Сам Кириенко выбрал стратегию с помощью доминирующей рейки, с помощью православия добиться своих цен, и он является лидером деревского братства. В это братство входит также Белон Супнефустин, Клифас из Совета Федерации и Сематр. Вот сейчас я вам покажу видео, и вы уже по-другому будете смотреть на то, почему это происходит. Тут вы смотрите, весь город разрушен. Угледар, да? А, церковь на месте. Сейчас понимаю, что под прикрытием православия действует террористическая организация, цель которой дестабилизация. Любой страны, как бы она не действовала. То есть в этой организации нет никаких своих стран, да. То есть везде, где они запускают свои щупы, цель для дестабилизации страны. И в целом, их цель для построения четвертого рейка на всей планете. По сути дела, это нацисты. Они продолжатели нацистских методов третьего рейка. В России прямо сейчас идут гонения на участников АЛЛАТВы. И вот люди, которые занимались климатом, изучением математических моделей, построили климатическую катастрофу. И сделали много полезного для того, чтобы научно-сообщество обратило внимание, но на климатическую проблему не дошло быть решением. Совместно сообща. И в целом, настрой был на то, чтобы рувить, объединяться людям из разных стран, ученым из разных стран, чтобы вместе применять единый научный потенциал на благо человечества, на созидание, а не на взрушение. Но в противовесе этого, мол, есть позиция Кенюа для этого патриарха, так называемого РПЦ, который уже крыто поддерживает смертную казнь, потом он уже врачи разошелся там, где обещают вечную жизнь участникам своего, погибшим в ходе своего. Как он устраивает нацистские марши уже не первый год, там Питер, Санкт-Петербург в этом году происходил. Так вот, Сильжи Потачи, организация АЛЛАТВРА, хорошая и добропоречная организация была, он заклимдена как секта. Этот метод используют и нацисты в своих действиях, использованные и сейчас в этих последовательных нацистах продолжают использовать, то есть через РУПРР, ПЦ, организацию РАЦИРС, директором которой является Дворкин, эта организация финансируется из бюджета России, соответственно, из благословения Кирьева. Вот этот РУПРР, ПЦ, то, что убрать всех неугодных, с 1993 года в лице его руководители Боркина и ЗАМа Новопашина, начали создавать вокруг слова секта такой негативный образ, чтобы люди воспринимали его как что-то такое безобразное, то есть, от чего нужно избавиться. И, соответственно, за 30 лет они научились навешивать это клеймо, выдав ему вот такой негативный окрас на неугодных организациях, соответственно, их слово, вот этих вот лидеров вот этого РУПРР, ПЦ и ВЛЭЦ, кричевым в России. И, кажется, такое происходит едва заметное действие, что, ну, подумаешь, они там борются там с сектами, а что там в этом плохого, а на самом деле это повторение нацистских методов именно так же действовало и в гитлеровской Германии, в апологетическом центре. Все началось с того, что тогда это были католические священники протестантские, и они собирали Варнвайтер Кюнетт, конкретно был руководителем апоудитического центра, и он собирал информацию в сектах. Берниги в ознаках светских организаций, которые действуют на территории Германии. Зачем он эти списки передал Гестапо, и эти списки легли в основу депрессии, это были, скажем так, одни из первых. Жители концентрационных вегерей как раз были те, кто отригулировал в этих списках, у кем это списком было 500 организаций, у Дворкина их порядка 5000. Соответственно, на эти списки ориентируются ФСБ, ДМВД и нету этих других критерий, для того, чтобы перепроверить. То есть, если Дворкин указал, что вот этих надо клеймить, то дальше за счет огромного ресурса РПЦ разных органов власти унесли свои люди, они протягивают нужные им решения, и у человека практически нет права ни защиты. Так вот, прямо сейчас они выпустили статью на РИА Новость о том, что поступивший российским лидерам АЛЛАТРА, деньги ушли на Украину. В же начале этой статьи идет манипуляция, то есть говорят о том, что якобы у АЛЛАТРА, у России есть лидеры, и это уже в корне неправда, потому что ВНОБДЖЕНИЕ АЛЛАТРА быстро и без иерархии, и в России никогда не было никаких лидеров, и никогда не было сбора денег для того, чтобы пересылать их куда-то. Дальше в этой же статье продолжается манипуляция, и виден почерк, собственно говоря, Дворкина. То есть это заказная статья, которая размещена на огромном портале. И дальше они пишут, что это снова, наверное, на Украине псевдорелигиозное движение, что является неправдой. АЛЛАТРА находится вне религии, вне политики, это так же, как и отсутствие иерархии и лидеров, указанного в ценном сайте движения. Счита позиции в Рея Новости не интересовала, когда дубликовали эту клубитническую статью с целью проманипулировать общественным мнением и подготовить его для дальнейших репрессий, на ничем неповинных людей. Дальше пишут, что организация спаривала решение меню, что впереди, теперь включить ее в перчин иностранных, нежелательных организаций, в чем ей было отказано. Дело в том, что уже в России с областью слова-то нету и все вот эти организации, в которые ты можешь жаловаться, они все, вот на плане их руководители сидят и парятся и все вопросы решают. То есть это уже организованные преступные группировки, которые, по сути дела, протаскивают те интересы, которые им платят. За интерес тех людей, которые им платят. Дальше пишут, что на сокрытии политического характера деятельности АЛЛАТРА проходят акции под эгидой организаций Созидательное общество. Опять же, на официальном сайте АЛЛАТРА четко прописано, что АЛЛАТРА вне политики и вне религии. И мы реально на практике никогда не занимались политикой либеррики. Ни дальше они используют слово секта, хотя нету никаких доказательств того, что АЛЛАТРА секты и вообще нету такого юридического понятия, как секта. Это просто клеймор, который использует конкретный дворкин для того, чтобы, по сути дела, как Геббелс в фашистской Германии, настраивать киноцик на неугодных людей, на то, чтобы общество отворачиваются типа а, сектанты, значит, можно на них не обращать внимания, их не защищать и вообще не реагировать на любые красивых адрес. Дальше пишут, что активисты секты внедряют установки антироссийской направленности и необходимости отказа от развития отраслевой промышленности и суверенитета на использовании природных ресурсов, а также предлагают изменить основу конституционных и новостроя РРФ в интересах мирового сообщества. Манипуляция на манипуляции совершенно непроверенная информация для того, чтобы просто через огромный ресурс такой, как РИА Новости сманипулировать общественным мнением и подготовить его к дальнейшим репрессиям против невиновных людей. Это делается для того, чтобы не было свободы слова в нашей стране, в России и для того, чтобы по сути дела запретить свободы слова вообще в нем. Для этого они уже проникли и в Евгопу, и в Англию пытаются, и в Америку, и на Украине они действуют. То есть одна и та же террористическая религиозная организация навешивает клеймо на людей в разных странах, но используют просто другие промодировки. Например, в России это может проукраинская или проамериканская организация в Украине. Это им же называется, что то же самое это поговорит секта Путина про российскую организацию. В Словакии тоже говорят, что про российскую организацию, хотя она в России вообще уже призму нежелательной и гонением происходить, и даже пытки участников. При этом расчет идет на то, что каждое сообщество людей в какой-то стране оно изучает информацию только в свою, да, там в Украине украинская информация Словакии, Словакскую, россияне, российскую, и поэтому можно врать каждому о своем, вот даже об одной и той же организации АЛЛАТФР можно сеть совершенно несупоставимое вранье в разных странах и урожать на то, что люди тупые и могут сопоставить факты. Но благо уже вышел даже целый фильм воздействия и есть даже целый сайт ActFiles.org на котором все действия и фады этой международной террористической организации, которая сейчас прикрывается русской православной церковью и агенты, которые внедрены в эту церковь под видом священнослужительных для того, чтобы решать свои политические вопросы. Благо информация о фильме воздействия на сайте ActFiles подробно о них собрана. Продолжение следует...